МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Курение в общественных местах на территории России, в том числе в ресторанах, кафе, госучреждениях, гостиницах, образовательных учреждениях, а также вблизи вокзалов и станций метро. Теперь подымить можно будет лишь в специально отвезенных для этого помещениях. Требования к их расположению и оборудованию вскоре обнародует Минздрав. Кроме того, закон вводит ограничения на рекламу как табачной продукции, так и электронных сигарет и жевательных смесей. Сигареты исчезнут с витрин и прилавков. Вместо этого гражданам будет предоставлен пресс-курант. Сегодня во всем мире отмечают День родного языка, провозглашенный ЮНЕСКО в 1999 году. Кстати, кабардинский язык, наверное, не зря считается одним из самых сложных. Мы всей нашей редакции пытались произнести вот это вот слово, состоящее из 41 буквы. Я сейчас даже пробовать не буду, у нас не так много эфирного времени, а вы можете попытаться. Могу лишь сказать, что перевести его можно, как мне не удалось вывернуться. А балкарский язык не менее интересный. Наш редактор обнаружила слово, которое имеет более 20 лексических значений. Его выговорить, к счастью, не так сложно. Это слово – баш. А в фойе Социально-гуманитарного института КБГУ прошла персональная выставка Азнора Сарбашева. «Полет души» – так назвал автор свою экспозицию. Испытать ощущение полета смогла и наша съемочная группа. Впечатлениями поделится Джамиля Айтекова. Они с интересом рассматривают картины, читают стихи. Совсем недавно Азнор Сарбашев был у них в гостях в кадетском корпусе. Теперь они приехали на его персональную выставку. О чем вам название? О чем говорится? О чем говорится? Вот именно, она ждет. Кто к ней придет? Кто ее возьмет в руки? Кто ее озвучит? Кто вдохнет в нее в жизнь немножко? Вот в чем суть вопроса. Так что, а дальше ваша фантазия. День прошел в суете и заботах. Этой стихотворной строкой объединен цикл картин под названием «Настроение». Поэт-песенник, художник, бард по призванию, а по образованию архитектор. Азнор Сарбашев назвал свою необычную выставку «Полет души». Я даже не знала, что он настолько многогранен. Очень много интересных картин у него. И самое интересное в разных жанрах, в разной технике. Начинал Сарбашев с пейзажей. Зрители увидели его родное Чигемское ущелье во всей красе. И в солнечный день, и в туман. Сегодня он уже особо не выбирает, в каком жанре работать. Бог дает, если дает, то он дает двумя руками, и еще по голове гладит. Если не дает, то вообще ничего не дает. Искусствоведы говорят, он строит новые миры, точечным прикосновением к холсту. А получается пульсирующая, живая картина. О многогранности таланта Азнора Сарбашева говорили в этот день все присутствующие. Здравствуйте. Большое знание о культуре, обычаях и традициях хакасского этноса жители Кабардино-Балкарии смогут в ноябре. Читиген представит нашему зрителю свои постановки, получившие признание на международных театральных фестивалях. Кому на Руси жить хорошо? Тем, кто трудится в поте лица или тем, кто отлынивает от работы? Таким вопросом социологи озадачили жителей нашей страны. Больше половины опрошенных считают, что россияне в основном усердно пашут, но трудолюбие вовсе не обеспечивает материального благополучия. Скорее наоборот, именно тунеядцы в нашей стране живут припеваючи, уверены участники соцопроса. А вот от пола или наличия высшего образования, по мнению респондентов, трудолюбие не зависит. Но признание и слава в итоге находят именно тех, кто работает, не покладая рук. Так считает большинство опрошенных. Далее эфир продолжат мои московские коллеги, а мы увидимся через полчаса. Приветствую всех, кто начинает новый день с нами в эфире «Утро Кабардино-Балкария» в студии Мадина Урусова. Спонсор нашей программы – Нальчикский молочный комбинат. Здоровый завтрак каждое утро. Кстати, о здоровье Совет Федерации одобрил антитабачный закон. Документ полностью запрещает курение в общественных местах на территории России, в том числе в ресторанах, кафе, госучреждениях, гостиницах, образовательных учреждениях, а также вблизи вокзалов и станций метро. Теперь подымить можно будет лишь в специально отвезенных для этого помещениях. Требования к их расположению и оборудованию вскоре обнародует Минздрав. Кроме того, закон вводит ограничения на рекламу как табачной продукции, так и электронных сигарет и жевательных смесей. Сигареты исчезнут с витрин и прилавков. Вместо этого гражданам будет предоставлен пресс-курант. Сегодня во всем мире отмечают День родного языка, провозглашенный ЮНЕСКО в 1999 году. Кстати, кабардинский язык, наверное, не зря считается одним из самых сложных. Мы всей нашей редакции пытались произнести вот это вот слово, состоящее из 41 буквы. Я сейчас даже пробовать не буду, у нас не так много эфирного времени, а вы можете попытаться. Могу лишь сказать, что перевести его можно, как мне не удалось вывернуться. А балкарский язык не менее интересный. Наш редактор обнаружила слово, которое имеет более 20 лексических значений. Его выговорить, к счастью, не так сложно. Это слово – баш. А в фойе Социально-гуманитарного института КБГУ прошла персональная выставка Азнора Сарбашева. «Полет души» – так назвал автор свою экспозицию. Испытать ощущение полета смогла и наша съемочная группа. Впечатлениями поделится Джамиля Айтекова. Они с интересом рассматривают картины, читают стихи. Совсем недавно Азнор Сарбашев был у них в гостях в кадетском корпусе. Теперь они приехали на его персональную выставку. О чем вам название? О чем говорится? О чём? О чём? Вот именно, она ждёт. Кто к ней придёт? Кто её возьмёт в руки? Кто её озвучит? Кто вдохнёт? В неё жизнь немножко. Вот в чём суть вопроса. Так что, а дальше ваша фантазия. День прошёл в суете и заботах. Этой стихотворной строкой объединён цикл картин под названием «Настроение». Поэт-песенник, художник, бард по призванию, а по образованию архитектор. Азнор Сарбашев назвал свою необычную выставку «Полёт души». Я даже не знала, что он настолько многогранен. Очень много интересных картин у него. И самое интересное в разных жанрах, в разной технике. Начинал Сарбашев с пейзажей. Зрители увидели его родное Чигемское ущелье во всей красе. И в солнечный день, и в туман. Сегодня он уже особо не выбирает, в каком жанре работать. Бог даёт. Если даёт, то он даёт двумя руками, и ещё по голове гладит. Если не даёт, то вообще ничего не даёт. Искусствоведы говорят, он строит новые миры, точечным прикосновением к холсту. А получается пульсирующая, живая картина. О многогранности таланта Азнора Сарбашева говорили в этот день все присутствующие. Джамиля Айтекова, Людмила Сюрженко, Асламур Захандохов. Вести утро. Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкарию в рамках гастрольного тура посетит труппа Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читиген». Это первая поездка театрального коллектива на Кавказ. Результат давней дружбы между коллективами Балкарского госдрамтеатра имени Кулиева с коллегами из Хакасии. Приобщиться к достижениям сценического искусства республики Хакасия, получить более полное знание о культуре, обычаях и традициях хакасского этноса жители Кабардино-Балкарии смогут в ноябре. «Читиген» представит нашему зрителю свои постановки, получившие признание на международных театральных фестивалях. Кому на Руси жить хорошо? Тем, кто трудится в поте лица или тем, кто отлынивает от работы? Таким вопросом социологи озадачили жителей нашей страны. Больше половины опрошенных считают, что россияне в основном усердно пашут, но трудолюбие вовсе не обеспечивает материального благополучия. Скорее наоборот, именно тунеядцы в нашей стране живут припеваючи, уверены участники соцопроса. А вот от пола или наличия высшего образования, по мнению респондентов, трудолюбие не зависит. Но признание и слава в итоге находят именно тех, кто работает, не покладая рук. Так считает большинство опрошенных. Что ж, увидимся завтра в это же время. Просыпайтесь вместе с нами и ваш день обязательно будет удачным. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова